Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте! Самые лучшие на свете зрители! Август, август, август! И мы сегодня будем с вами говорить о тагетисе или бархатцах. Все вы их прекрасно знаете во многих садах, но если почти не во всех, они растут и радуют нас. Но о пользе тоже многие из вас знают. Но я в этом видео хочу показать, как можно их разместить большое количество на небольшом участке. Наши участки всего 4 сотки. Причем это не только декоративные, здесь присутствуют не только декоративные цветы, но и очень много овощей, потому что хозяева заготавливают очень много банок, консервируют для того, чтобы зимой это все кушать. И мы пойдем в сад Клини. Мы уже у нее были когда-то. И сейчас мы туда вернемся и посмотрим, как польза удачно сочетается с декоративностью. Как назвать этот сад не знаю, потому что здесь все-все-все вместе и радует глаз, и радует наш желудок, и приносит пользу здоровью. Но перед тем, как мы пойдем в сад Клини попадем, давайте вспомним о полезных свойствах бархатцев еще раз. Чтобы вспомнить, сейчас как раз самое время этим заняться. Я сделала очень много фильмов про сады своих знакомых, подруг. Тоже будут очень интересные выпуски. И в том числе будут интересные выпуски об английских малых садах. И вы увидите, как это интересно, они это обустраивают. Я просто уверена, что вам это все понравится. А я буду рада видеть вас на своем канале. Очень рада. Вот про бета-каротин мы все знаем. Картин, каротиноид, это самый важный, самый такой нужный для людей каротиноид. Мы об этом мало знаем. Человеку нужно 5 миллиграммов в день. В сут 5 желтков или 2,5 килограмма моркови. Или 400 грамм тыквы. Или 50 грамм шпината. Но можно и 1 грамм высушенных бархатцев. Вы представляете, насколько это приятно, насколько это полезно. Их можно, эти бархатцы, заваривать и употреблять также в пищу. Как их использовать и что именно бархатцев взять, я покажу потом. Но сейчас могу сказать, что это вообще чудодейственная, совершенно чудодейственная вещь. Потому что лютеин мало-мало где можно. Человек, в общем, только вот оттуда может взять. Какие свойства у бархатцев? А антисептическая, антимикробная, спазмолитическая, слабительная, желчегонная, мочегонная, противовоспалительная, противоглистная, седативная, общеукрепляющая. Светлана, а вы только что пили чай и можете сказать, насколько он вкусный? Да, чай удивительный и очень нежный, приятный и пьется легко. И такое ощущение, что ты пьешь какую-то целительную влагу. Мы, правда, сюда добавили мяту. Мята тоже вообще прекрасная. Мята тоже. Да, и вот мы с вами в саду Лены и Стана. Время, конечно, я выбрала не очень подходящее. У нас вчера была гроза. Два дня лилии беспробудные ливни друг за другом шли. Но цветы все равно, в общем-то, выглядят хорошо. Хотя флоксы к этому чувствительны. Но, как видите, они тоже выглядят неплохо. Здесь очень много различных цветов. И обратите внимание, что слева от дорожки разбит миксбордер. Ну и как положено в миксбордере. Идет круглоцветение с ранней весны до поздней осени. Зацветают попеременно то одни виды растений, то другие. А хосты и бадан служат таким некоторым фоном для них. Ну, что можно сказать, что этот миксбордер основной все-таки он выдержан в таких розоватых тонах. Вот. И еще могу сказать о том, что, конечно, здесь есть исключение других цветов. Но в основном это розовый цвет. И даже на окошках, в горшках стоят цветы петунии. С полочкой, а где они там стоят? С полочкой, а где они там стоят? Малочки стоят, свое дело знают. Да. Как вам этот год? Понравился? Этот хороший год. Я говорю, тут в Москве-то мы бы жару нам не пережили. Не пережили, не пережили. Здесь так хорошо бордюрчиком все подчеркнули. Клумбочку вот эту при входе. И стаги. Очень много летников. Ну, конечно, больше преимущества отдано бархатцам, но очень много и циней. А цинии в этом году такие яркие, разнообразные, на высоких стеблях, огромные цветы. И они, конечно, делают картину сада замечательной. Здесь так хорошо бордюрчиком все подчеркнули. Клумбочку вот эту при входе. Из тагетиса. Вау! Какая прелесть! Вы сегодня одна или вдвоем? Нет, он сейчас приехал из Александрова. А он там что покупал? Другой уже? Ну, там, кстати, другие там не забыли, а сейчас там нужно было по хозяйству. Все-таки у вас лилейника столько, так у нас это? Я его очень люблю, и он много его посадил. Как вы в этом году вход оформили? Боже мой! Вот все в цветах, все в цветах. Не, ну тут приятно этим заниматься. Время есть, оно стоит. И пестрые, такие вот. Тут так вот все, вот когда вот отсюда сидишь, смотришь, вот на этом, на диванчике у нас. И такое веселое. Да, открывается, да, веселое. Вот в любое, вот прошли дожди, два дня лила беспробудно. Я еще удивилась, как растения выжили, потому что беспробудно. Ну, сколько там, час был перерыв, и все. Ну, посмотрите, как все сохранилось, как все хорошо смотрится. И какое прекрасное настроение. Мне кажется, даже в дождь вы выходили и были просто счастливы, да? Нет, ну тут, конечно, дождь-то был не очень сильный. Потому что вы прям подбираете, подбираете, подбираете такое. Циня, да, циня вообще так украсила. Я, наверное, тоже... И какая-то яркая в этом году. Мы иногда и сложаем, бывают белые. Да, они высокие, яркие. Вообще просто праздник. А яркие, да, хорошо в этом году они оказались. Растения праздник. Ну, да, но они вот не каждый год они хорошо растут. Да, я смотрю, ваша айва уже плодоносит. Скоро будем. Ну, в этом году все как-то рано, да? Ой, перчик даже на дверце. Какая прелесть. Ну, хост у вас тоже громадная. Два на два. Парадная сада условно разделена на две равновеликой части. Первая часть ближе к дому. Здесь расположена парадная зона и зона отдыха. В парадной зоне высажены многолетники, летники и декоративные кустарники. Во второй части расположен огород, хозяйственные постройки, парники и уже плодовые ягодные кустарники и деревья. И если в первой части тагетти служит как в качестве бордюра для цветников, то во второй части он высажен рядом на огороде, рядом с грядками помидора, огурцов, с клубникой. И в приствольные круги у плодово-ягодных деревьев. Ну, вы знаете, он от многого защищает, в том числе и от нематоды, и от многих других болезней. Но вот здесь он очень хорошо так расположен. И даже есть целые грядки с тагетисом. Может быть, благодаря им и получаются очень большие урожаи. Потому что консервации очень много. Я знаю, что у них больше 60 банок наконсервировано. То есть огромное количество овощей, фруктов и ягод. Своих. Ой, да много. Много? Да, ну много банок закатал. Нам там на три семьи он готовит. Ну, банок сколько? Банок 20? Да больше. Больше даже? Я даже не могу. 40? Да больше тоже. Ну, и он катается. И, говорю, еще вещи, еще остались в этом году. А вот помидоры, наверное, все. Сейчас ночи холодные, уже не дозреют. Надо будет пасту из них сделать. Угу. Ой, какая прелесть. Помидоры, помидоры, помидоры. Дорогие друзья, наступило время прощаться. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого лучшего. Чтобы вы все успели сделать. Все заготовить, все приготовить. Чтобы здоровье всегда сопутствовало вам. А также радость, надежда. Ну, все-все-все самое замечательное. И, конечно, благополучие в доме. И доброе отношение. А мы прощаемся с Адом. И благодарим Лену и Стана. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok